В своих мемуарах Алла Дудаева упоминает некоего журналиста, который однажды в беседе сказал ей о готовности русских солдат воевать под началом Джохара Дудаева, будто популярность мятежного генерала среди россиян была столь велика, что в какой-то момент его даже выдвинули на выборы в президенты России. Не беремся судить о достоверности этих сведений, но пользуясь доступными интервью самого Джохара Мусаевича, а также воспоминаниями Аллы Федоровны, отметим моменты, касающиеся его отношения к России и ее гражданам. Отличительными чертами выступления Дудаева являются категоричность и драматизм, отчего все сказанное им кажется истинным и весомым. В прошлом советский генерал Джохар Мусаевич был человеком образованным и проницательным, и некоторые его замечания относительно нашей страны действительно достойны внимания. Вот он отмечает, что русский народ, российское государство потеряли идею, на которой держалась страна. Исчезла ложная идея коммунизма, прекрасного будущего. От этого никуда не денешься. А раз нет идеи, нет политики. Нет политики, нет идеологии. Нет идеологии, нет мотивов. Нет мотивов, нет стимула. Все, пустота. С этим трудно поспорить. Национальную идею, говорят, мы нащупываем до сих пор. Более того, Дудаев сказал, что у России есть один выход. Я вам его не скажу, но намекну. Отгадка у нас в Чечне. Далее Дудаев нагнетает эмоции, предрекая России скверное будущее. Какой путь у России? Взять доллар и сейчас сделать его своим богом? Они к этому уже готовы. Что из этого получится? Это самоуничтожение. Разрушительный путь. А духовности нет. Бездуховность, бездранственность, отсутствие морали. В своих мемуарах Алла Федоровна пишет, что супруг ее относился к русскому народу, как к достойному, но одурманенному ложью. В частности, Дудаев сказал, что не винит в войне русский народ. Кому нужна была эта война? По его мнению, силам Запада. Поскольку Россия потеряла самых лучших бойцов. В том числе, к ним он относит и самих чеченцев.